Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Глава МВД Турции заявила, что они знают откуда координировался теракт. И также они заявили, что не принимают соболезнования посольства Соединенных Штатов Америки. Что бы это значило, не буду догадываться, но очень похоже, что они бросают тень подозрения на США. Будем следить за развитием событий. Индия выразила поддержку Украине и США в вопросе урегулирования ядерного кризиса. В воскресенье министры иностранных дел Индии и Украины в ходе своей первой встречи обсудили ситуацию в Украине. Двухстороннее сотрудничество, продовольственный кризис и главным образом ядерную угрозу, на которую постоянно намекает Кремль. Встреча министров прошла на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в столице Камбоджа. Пекин также недоволен безответственной ядерной риторикой Москвы. Президент Южной Кореи пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи для Украины на фоне российского вторжения. Ну а глава МИД Литвы заявил, что мир на Украине возможен только на условиях Киева. Риторика стран начинает меняться довольно жестко. И все больше и больше мы слышим о том, что теперь Киев будет принимать решение, как эта война закончится и как она будет протекать. Путина просто публично унизили. Наши читатели пишут, что сегодня увидел, как белорусы полотенца воровали. На дороге загорелась фура, пожар потушен, а часть уцелевшего товара, видно, на дорогу выпал. А вот народ сбежался и начал полотенца воровать. Вот так вот у нас белорусы полотенца берут. И тут проблема не в самих белорусов объективно. Дело в том, что для белорусов даже полотенца хорошо. В связи с тем, куда привел Лукашенко нашу страну, белорусы просто пытаются выжить. Вы вспомните, когда в Беларуси появились бесплатные одноразовые пакеты. Их в магазинах реально ворвали до того момента, пока их не стало в избытке. И то же самое произойдет с другими товарами, если их будет достаточно. Ну а пока белорусы находятся в нищенском положении, поэтому и воруют полотенца. Даже упавшие на землю. Владимир Зеленский посетил Херсон. Я понимаю, что сейчас происходят сложнее работы. Будьте обережны, просим вас. Потому что идут работы о разминивании. И есть несколько уже примеров вчерашних и поранений, и загибших людей. Поэтому просим вас быть обережны. Польша национализирует часть газопровода «Ямал-Европа». В общем-то, у Путина все больше и больше проблем. Все страны не хотят вести с ним диалог. И большинство стран национализируют то, что Путин накрал у простых людей. В общем-то, все, что было, они теряют. Режим Лукашенко решил провести профилактические мероприятия со школьниками 9-х, 10-х и 11-х классов. Так сказать, показав, что с ними будет, если они будут не согласны с недорежимом Лукашенко. Привезли их в тюрьму, так сказать, показать, в каких условиях они будут находиться, если не будут слушаться диктаторского режима. 373 миллиона долларов. Такую сумму выделит Канада Украине. Военные помощи. Парламент Евросоюза проведет голосование по резолюции о признании РФ страной-террористов. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, Народные партии его проведут на следующей неделе. Из-за мобилизации Российской Федерации и начатой войны против Украины, Россия столкнулась с дефицитом рабочих рук. За последние 30 лет не было такого дефицита, куда сегодня привел Путин страну. Вы представляете, сколько нужно было уничтожить работяг из-за недоидеи диктатора, чтобы в стране дефицит рабочей силы появился? Ну, половина уничтожена, половина убежала. Это же не меняет ничего по сути. В Беларуси идет подготовка к мобилизации. Как сообщает Генштаб, военком Брестской области объявил тендер на печать 50 тысяч бланков для мобилизованных. И если мобилизации не будет, как заявляет Лукашенко, тогда вопрос, для чего 50 тысяч этих самых бланков? Понятно, что завтра и сегодня они не объявят мобилизацию. Скорее всего, это будет по весне, так сказать, при потеплении. Путин не будет нападать зимой. Максимум, что будет происходить зимой, это бомбардировки. Это все, что он может. А потом попытается еще одну волну организовать. 11-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала рассмотрение проекта резолюция о создании механизма компенсации Украине убытков, причиненной путинской армией. Не выдерживают никакой критики. Являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права. При этом соавторы не могут не осознавать, что принятие подобной резолюции повлечет последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим. Рашисты начали что-то понимать на ТВ. Начали задавать вопросы, какие реальные цели с этой самой специальной военной операцией. Эта операция идет по плану, цели и задачи будут выполнены. Хотелось бы их узнать. Для разнообразия. Разок. Демилитаризация, деноцификация Украины. Здесь все Украины. Еще хотелось бы оперативные планы. Все Украины. Западные тоже. Я хотелось бы уточнить все-таки позицию. Это очень важно на самом деле население и для людей, и для Украины, и для Европы, и для всего. Для Китая в конце концов это важно. Давайте подумаем по Китаю немного для разнообразия. Он как-то контракты будет заключать на месяц, на два, на три, на год. То есть проблема заключается в следующем. Неопределенность. Это самый важный вызов, который сейчас стоит. Ну а вот такая вот водичка в Беларуси, с учет. Спросил у подписчика, что это. Сказал, говорит, не знаю. Может быть ржавчина, может быть что-то еще. И такое происходит почти постоянно. И это существенная проблема для Беларуси. С таким качеством воды не только техника уничтожается, но и помыться реально нельзя. А платить все равно приходится. Лукашенко рассказывает о том, что в Европе газ, вода и электричество дороги. Может быть они и дорогие. Только они платят за качественную воду. А в Беларуси она может быть и дешевая. Только пользоваться ей нельзя. Вот как бы минимальная разница. Ну а тут российские пропагандисты заговорили об организации ОДКБ. Осознавая свое поражение в войне с Украиной, начали думать, как еще можно набрать военное. И вспомнили, что существует ОДКБ, в которую, кстати, входит и Беларусь. И единственная страна, которая поддерживает эту войну, открыта. Как раз таки Беларусь. Вот они и начали подготавливать общество к информационной атаке. Почему ОДКБ не работает? Почему ОДКБ не поддерживает войну Российской Федерации с Украиной? Даже лукашенковские прихвостни оказались на этой программе. На нашу территорию вторглись. Запорожье, Луганск, Херсонская область. А где ОДКБ? ОДКБ где? Где войска ОДКБ? Прямо ответить на этот вопрос. Я слышал, как президент Лукашенко на эту тему очень жестко и очень прямо говорит. Очень жестко, и он справедливо говорил, но есть вопрос, связанный с ОДКБ, который задавали некоторые другие наши партнеры. А Россия в ОДКБ ставила этот вопрос? Вот, к чему я веду. А если Россия поставит этот вопрос? А знаешь, что ответит хитренькая ОДКБ? Они ответят, а когда мы подписывались под ОДКБ, территория России была другая. Ну, если они так на этот вопрос ответят, то тогда вопрос, а зачем такие нужны в ОДКБ? Я против иллюзий. Вот. А вот для того, чтобы их не было, тогда возникает вопрос о смысле существования некоторых организаций. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь. Слава Украине. Пока.